Девушки отдыхают Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня журналист, многолетний ведущий BBC Сева Новгородцев. Сева Влад Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, господа. Ну вот ваша программа «Сева Новгородцев. Город Лондон. BBC». Обычно вот это как визитная карточка. Вы сегодня из какого года выходите с нами на прямую связь? Ну, с BBC я ушел в 2015 году, пять лет назад. Я не знаю, знаете ли вы, сколько мне лет, но я не работаю сейчас на пенсии. Живу на юге Болгарии в Родорских горах. Ну, тем не менее, вот эта визитная карточка «Город Лондон. BBC», ведь она остается с вами до сих пор? Или как? Это уже стало таким фирменным знаком, визитной карточкой вашей? Ну, голос мой. Я музыку придумал, я записал. 40 лет ее играли по BBC. Ну, больше никто не может воспользоваться этим. Но я этим не пользуюсь, поскольку на радио больше не работаю. Ну, если поговорить не о звуках, а о тишине, как ни парадоксально, хотелось бы вот с этого начать с вами разговор, с темой тишины, потому что вы написали пост у себя в Фейсбуке об этом. Вот насколько, на ваш взгляд, в нашей жизни вообще, наверное, в профессии журналиста, если говорить в целом о нашей профессии, а вот один информационный повод вытесняет другой, тишина, она вообще достижима и необходима? На пенсии достижима, а пока вы работаете, вряд ли. Особенно в вашей профессии, где нужно заполнять эфир потоками слов. И не всегда эти слова имеют какие-то фактические корни, и не всегда они исследований достаточно. Но вот такая профессия у журналиста – молчание эфир не терпит. В этом же посту первый параграф говорит именно об этом, что на BBC, если молчание в эфире длится более 15 секунд, то срабатывают все автоматические системы защиты, и начинает литься в эфир какая-то дежурная музыка. То есть такой предохранитель, чтобы… Ну, понятно, да, эфир же не может быть пустой. Да, но вот что касается необходимости тишины, на ваш взгляд, необходима она сегодня современному человеку, учитывая вот то количество информационного повода, даже если нет профессии журналиста, а обыватель, он всегда находится в какой-то информации, в каком-то потоке. Мне она нужна, да. Но где мы живем, здесь тихо. Ну, не всегда, правда, летом сейчас стало уже громковато. Но лозунг этой семейной гостиницы, где мы купили квартиру, по-болгарски будет «Чуйте тишина-то», то есть «Слушайте тишину», чем я и занимаюсь. Но вот иногда все-таки ощущение тишины, оно ассоциируется с одиночеством. Нет у вас таких аналогий, ассоциаций? Все зависит от того, насколько вы глубоко можете в себя погружаться. Техника медитации в том и состоит, чтобы отрешиться от внешних шумов и уйти во внутренний свой какой-то климатический пузырь, где, в общем, довольно приятно, если этим пользоваться, уметь. Вот, но от этой суеты, в общем, надо тренироваться, как отходить, потому что рано или поздно в тишине окажутся все. Но ваш уход с BBC после стольких лет работы, насколько тяжело вам это было, адаптироваться к новой жизни, к жизни без радио? Какое, батенька, тяжело, огромное облегчение, потому что ходить туда в эфир, каждый день нужно было чего-то такое писать, брать интервью. На пике у меня было в день пять интервью. Это же к ним надо и морально, и фактически подготовиться. Потом, как вы знаете из своей профессии, интервьюируемые люди часто бывают капризны, чего-нибудь их не то спросишь, они обижаются или замыкаются. Поэтому это все надо учитывать. Психический стресс огромный. Я с момента ухода с BBC помолодел лет, наверное, на восемь, если не на десять. Но вы стали свободнее, ощущаете эту свободу? Я всегда был свободный, но просто эта свобода прерывалась шести или семичасовым рабочим днем раньше. А сейчас этого нет. Ну, грустно мне по-прежнему висит. У меня есть ответственность и перед своей аудиторией. Я им теперь книжки какие-то там пишу. Так что все, в каком-то смысле, связь осталась. Но просто нет этой галеры ежедневной. У нас звонок на линии радиослушателей. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Это телевидение, да? Вы в прямом эфире. Радио Болтком. Да, слушаем вас. Я в прямом эфире. Только я сейчас смотрю, вот, может быть, тут не со мной разговариваются. Я смотрю по телевидению, вот, сейчас приезжай, что-то. У нас все вот новгородцев сейчас в эфире. Вы хотите вопрос задать или... Нет, я хочу просто поздороваться и сказать несколько просто слов, если это возможно. Скажите. Алло, меня слушаете? Да. Там у вас. Нет, я хочу прямо в эфире. Дело в том, что мне приходилось работать в Заполярье. Вот, я, правда, был несколько по другой линии. Я работал на приисках. Вот, я могу сказать, что те, кто работает, преподобно в таких условиях, там не бывает слабых или плохих людей. Вот, просто на... Это настолько отбирается и коллектив, и психологические, и моральные, физическая подготовка, как таковая должна быть. Специальности должны быть многосторонние. Ты там и водитель, и повар, и пекар. Да, ну, давайте по теме. Тема немножко другая. Возможно, вы ошиблись. У нас Сема Новгородцев сегодня на прямой связи, многолетний ведущий BBC, журналист. Да, и мы призываем вас также звонить. Ну, я пару слов могу сказать про Заполярье. Потому что я был моряком, плавал в Архангельском и Мурманском пароходстве, и я офицер запаса на подводной лодке, поэтому четыре месяца служил где-то там, черт знает где, в полной темноте заполярной. Я вам больше скажу, что люди в районе Архангельска отличаются от остального населения Советского Союза. Так называемые поморы там живут. Они говорят иначе на О, они говорят так, трещочки не поешь, так не поработаешь, и так далее. До этих мест не дошли монголы. Поэтому вот этой сервильности, вот этой гнилости, которую распространяло московское княжество везде, там не было. И поэтому люди совершенно другие. Я согласен с позвонившим, что публика там на севере отличается от всех остальных. Ну и природа суровая, там кривить душой не станешь, потому что от этого погибнуть можно в одночасье. Еще звонок у нас есть, да, здравствуйте, мы вас слушаем. Да, мы слушаем вас. Ну, какие-то у нас проблемы сегодня со связью. Ну что ж, может нам перезвонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Так что подключайтесь, можно писать нам в WhatsApp также 230-6191. Да, но если говорить о географии вашего вещания, потому что ваш голос известен многим на одной шестой части суши. И тогда вы как раз нам в интервью рассказывали о том, что рейтинги измерялись письмами и сообщениями. То есть вот такой была обратная связь. Помните самые экзотические места, откуда вам писали, кстати? Ну, самое экзотическое письмо было выброшено в бутылке около побережья Дании. Какой-то морячок бросил за борт бутылку, запечатанную там Сюргучом или чем он там ее залепил. И ее какой-то датчанин поднял, увидел эти каракули на русском языке BBC Северного Городцева. И понятно, что это BBC. Отправили в Англию эту бутылку. Там ее отправили на экспертизу языковую. Поняли, что это русский язык. Отправили на иновещание оттуда, на русскую службу. И так я получил это письмо. Я помню комментарии свои по поводу этого письма. Я сказал, что не знаю и неизвестно, когда это письмо было брошено в море. Но, судя по сильным политическим выражениям, это произошло после октября 1917 года. Ну вот если говорить о журналистике сегодня и журналистах сегодня, насколько, на ваш взгляд, журналисты и журналистика сегодня влиятельны? Потому как о вас писали, что Сева, были такие заголовки, что Сева Новгородцев повлиял на распад СССР. Ну, наверняка вам это тоже известно, такие утверждения по поводу вас. Да. Ну, журналистов стало больше. Я думаю, вы согласитесь, потому что до 1991 года, мы сейчас будем говорить о понятном нам жанре радио, до 1991 года существовали там, ну, 4 основных радиоканала, ну, или 5 там. Они в основном были проведены в каждую квартиру и в каждой кухне шли по проводам. Чисто, ловить было не надо. Там стоял такой гучномовец, такой динамик с тумблером. Ты переключал первый канал, второй, третий, четвертый, и оттуда лились абсолютно чистые, незамутненные звуки. Ну, и, соответственно, журналисту было столько, сколько нужно четырем каналам. Журналисты эти подвергались тщательной проверке, в смысле текста, в смысле того, что идет в эфир. Была куча редакторов, был проверяющий, выпускающий, подписывающий и так далее. И вдруг в 1991 году все это огромное здание рухнуло, и выяснилось, что можно по новым законам о частном предпринимательстве открывать местные радиостанции. И все туда ринулись. Был момент, когда было зарегистрировано 35 тысяч местных радиостанций в бывшем Советском Союзе, хотя больше 10 тысяч не вещало никогда. И все эти станции нуждались в каких-то людях. Естественно, подготовленных журналистов не было, и ринулись все по принципу самодеятельности. Из некоторых самодеятельных журналистов выросли потом приличные специалисты. Я на BBC, например, работал рядом с таким, сейчас не помню фамилию, Миша, из Ростова. Он в ростовской местной радиостанции пришел молодым диджеем. И потом за годы работы научился. Потом в конце концов подал заявление, поработал в BBC в корреспондентском пункте, потом уже и в Лондон переехал. Так что такие варианты тоже есть. Но, в принципе, большинство, конечно, остаются на местном уровне, поскольку, ну, как бы ни особых, ни талантов, ни образования, ни мудрости, ни обаяния, ни прочего они не имеют. И так вот работают в себе. Есть такая ремарка, которую я в эфире однажды огласил, о том, что настоящий хороший журналист должен быть умным, остроумным, обаятельным, образованным, находчивым, ну и так далее. А если человек умный, остроумный, обаятельный, находчивый, образованный, он в журналисты никогда не пойдет. То есть такая неизбежность получается? Ну, в общем, да, уровень довольно невысокий среди местных радиостанций, потому что людям некогда учиться. Вы все время в режиме испускания воды из крана. То есть из вас что-то должно литься, от вас требуют. А заряжаться этой самой водой особенно некогда, потому что нужно вести исследования, копать там и так далее, и там подобное, чего-то изучать, там учить. И поэтому, ну, на уровне такой вот текучей воды все работает, вас слушают, вам звонят. Но поскольку глубокой в скобке нет, то нет и эволюции жанра, а самое главное – эволюции и развития личности, которая сидит перед микрофоном. А что касается влияния и влиятельности, вот эти утверждения о том, что вы повлияли на распад СССР, насколько они справедливы? Откуда я знаю? Я сидел там себе, сочинял свои шутки. Но единственное, что за плечами у меня уже было две профессии и 12 лет гастролей по Советскому Союзу в качестве музыканта. Поэтому в свою работу я привнес сразу несколько видов профессионального опыта, как моряк дальнего плавания, как переводчик, как музыкант, который ездил по Союзу и очень многих встречал и разговаривал и так далее. Поэтому субстанция была такая довольно густая. Было что сказать. Кроме того, свои музыкальные передачи я писал. Я никогда не позволял себе говорить живьем в эфире. Это появилось потом, совсем в другой программе и в другом ключе. Поэтому там все было выверено. И последний, так сказать, мой секрет – это то, что я занимался в Лондоне много лет для поддержания штанов техническими переводами. Для того, чтобы заработать с чего-то такое на техническом переводе, нужно выдавать, ну, минимум 2000 слов в день. Если вы будете переводить старомодно, сидеть, крутить головой от английского листа к русскому, то 2000 вы не переведете. Поэтому я пользовался техникой на диктовывание текстов. То есть ты сидишь, уставившись в английский лист, и диктуешь это все уже по-русски, а потом кассету отдаешь машинистке. Но в данном случае это была моя первая супруга, Галочка, которая, значит, в нашем доме этажом ниже на кухне сидела и все это мне печатала. Для того, чтобы текст получился гладкий и без ошибок, потому что тогда корректировать записи было невозможно, в смысле печать, еще не было компьютеров, то приходилось проговаривать все знаки, припинание, четко строить фразу, а при переводе с английского фраза, которая была в конце, становится в начале, как правило, потому что англичан – другая логика языка. И вот это выработало во мне, во-первых, дисциплину речи, во-вторых, точность формулировок, и пригодилось потом на радио. Так что, как вы видите, чем больше вы вложите в то, чем вы занимаетесь, чем больше вложения в профессию, тем богаче выход. В общем, борцом с антисоветской деятельностью вы себя не чувствовали в любом случае. Ни в коем случае. Мы, как музыканты джазовые, считали, что с советской властью бороться, ну, грубо говоря, западло, потому что она этого не заслуживает. Мы ее просто игнорировали. И я, конечно, с огромным уважением отношусь к диссидентам, особенно людям высокого морального плана, пожертвовавшим годами своей жизни на борьбу с системой, вроде Буковского. Но себя к ним не отношу и никогда бы по этому пути не пошел. Ну, это и кончилось с тем, что я оттуда уехал. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Ну вот, у нас снова он сорвался. Но если вот говорить о масштабе личностей, и вот вы сказали о диссидентах, ну, это не о диссидентстве, но все-таки ушел из жизни недавно сатирик и писатель Михаил Жванецкий. Вы написали об этом также пост у себя и выложили интервью. Вы брали у него интервью на BBC. А вот как вам кажется, люди такого масштаба личности сегодня есть на горизонте или должно пройти время для того, чтобы это понять? Все дело в том, что Жванецкий ненавидел интервью. Он всегда читал по бумажке, как вы знаете, причем чаще всего эти тексты были старые, написанные от руки, потертые листы бумаги. Но ценность этих листов была в том, что там мысль была точно сформулирована. У него это было откалибровано до мельчайших миллиметров. И поэтому читанное с бумажки это всегда стреляло. Но он не был человеком интервью. И тут я вас должен слегка подправить. На BBC интервью с ним так и не получилось. Несмотря на то, что в 2006 году я сидел с ним за одним столом после концерта, у меня было радио вроде вашего в Лондоне. Местное русское, первое русское радио. И там у нас был час эфира в день. На большее просто денег не хватало. И он к нам пришел, поскольку речь шла о рекламе его концерта. И там чего-то такое он с нами поговорил в эфире. Но на BBC, на мою большую передачу «Сева оборот» «55 минут с музыкой», он не явился и сказал, «Понимаете, Сева, я эти интервью не люблю. Они меня рассыпают». Вот это он слово сказал, что его они рассыпают. И я понял, что он заточен совсем на другое. Что он сидит, как писатель или поэт, думает, формулирует, точно все это выливается на листе, и потом уже отлита, как в бронзе, начинает стрелять по публике. А наши-то братья, я вот как бы из вашего цеха, но у нас другая философия. Надо эфир заполнять, поэтому включили зеленую кнопку, ты открываешь рот и пошел. Владимир Поднер, кстати, не раз говорил о том, что одно из самых его неудачных интервью, интервью со Жванецким, именно по причине того, что они хорошо знакомы, и очень тяжело брать интервью у людей, которых хорошо знаешь. Вот вы согласны с этой точкой зрения? Дело в том, что я придерживаюсь другого принципа интервью, выработанного у нас там все в обороте. Обычно интервью с журналисткой идет по, ну я бы сказал, по фанерной такой схеме. Фанера – это то, что имеет длину и ширину, но не имеет глубины. И эта вопросоответная схема преобладает практически во всей отечественной журналистике. Многие журналисты не могут выйти просто из этих рамок, а некоторые просто ленятся. Поэтому разговор с такими людьми, как Жванецкий, должен быть не интервью, а разговором. Для этого нужно, конечно, перекопать массу материала, знать его биографию, изречение, его какие-то знаменитые прорывы или неудачи, и вдоль этого беседовать. В таком случае интервью бы получилось. Но Познер – человек занятой, видимо, ему никогда было готовиться. У нас звонок, попробуем его принять. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Владимир. Если можно, к географии вернуться. Вот я про вас много знаю, но не знал, что вы служили на флоте и на севере. Я вот, кстати, служил в Полярном, это в Североморском. В Полярном я и был в Североморске. Как это мне приятно. Но у меня вопрос о другом. В прошлый раз я с вами немножко общался, вы рассказывали, что живете в Болгарии, и очень интересно. Ну, про эти нюансы в жизни в Болгарии говорили. Если вам интересно, может быть, сегодня вы как-то вернетесь, как вы живете, если вы в Болгарии, и что там изменилось за это время, которое сейчас очень сильно поменялось в этих отношениях. Всего вам наилучшего. Да, спасибо. Уезжая из Лондона в Болгарию, я, в принципе, уезжал от большого количества людей, потому что Лондон перед моим отъездом оттуда стал городом перенаселенным, довольно нервным, поскольку обилие народа вызывает нервные такие окончания у всех. Скажем, если я выходил с BBC на 15 минут позже, то в районе 6 часов в метро уже было не зайти. Надо было стояться в огромной толпе и ждать, пока она просочится через турникеты. Ну и, соответственно, люди реагируют на окружающую жизнь. Все эти огромные хозяйственные лондонские структуры, транспорт, полиция и прочее, все требуют денег. И эти деньги город должен откуда-то изымать. И поэтому кругом система штрафов, каких-то налогов и прочее. В общем, обстановка довольно нервная. И, приехав в Болгарию, я попал в абсолютный антипод. Мы выбрали место глухое в горах. Я как бы лыжник-любитель по жизни. Много лет этим пытаюсь отточить технику и заняться как следует. Но мы рядом с лыжным курортом. Один из подъемников с этого курорта спускается вниз с горы. И эта станция в 900 метрах от нас. Можно пешком дойти или на машине быстро доехать. И вот в хорошую погоду. Я, собственно, живу на лыжном курорте. Но отличие мое от отдыхающего в том, что отдыхающий купил путевку, приехал на неделю. Нравится ему или нет, он должен идти кататься. Потому что уже уплочено, как говорится. У меня ситуация другая. Ничего не уплочено. Я сижу в своей квартире с прекрасным видом на горы высокие. И если вчера, скажем, был свежий снег, а сегодня вышло солнце, вот тогда в эту идеальную обстановку я сажусь, еду на подъемник, поднимаюсь вверх. И катаюсь. У меня обычно половины дня хватает. Потому что раньше, когда я был покупным туристом, надо было выжимать из путевки вообще все, что только можно. Ездить целый день до упаду. Ну, вот я часа там, не знаю, три с половиной, четыре поезжу и домой. В среднем за зиму у меня выездов таких, ну, может быть, пятнадцать. Потому что сезон длится, ну, в принципе, начиная с января по середину марта, может быть, до апреля. А в основном тут горы. Народу мало. Мы живем в курортной зоне, где строительство не разрешено. Так что кругом там полудикие леса. А горные болгары, народ очень приличный. Журников практически нет. Ну, познакомились тут с местной, не то, что интеллигенции, но какие-то такие люди, которые двигают дело. Вот у нас есть приятель, заведующий местной типографией. Талантливейший человек. Закончил, между прочим, Московский полиграфический институт. Бегал говорить по-русски. На русской женщине был когда-то женат. Коллекционирует русские анекдоты. Весельчак и изобретатель невероятный. Ну, вот он велосипедист у нас, например. Он в день там обязательно должен свои 80 километров по горам проехать. Ну, и так далее. В общем, какие-то врачи у нас тут знакомые образовались, которые к тому же тоже по-русски говорят. Русские здесь есть, но их мало. Есть один, например, театральный художник, который, ну, даже его постановки в большом есть. Он живет в глухой деревне, женился на русскоговорящей болгарке. И мы к нему, ну, это вот пару раз там ездили в этот дом, который он перестраивает. В общем, какая-то такая жизнь. Но самое главное, у нас в доме оптическое волокно, интернет достаточно быстрый, поэтому я пользуюсь этим делом. В частности, хоть вот с вами поговорить с картинкой. Либо у меня есть телевизионная работа на Украине. Раз в день, раз в неделю я там в эфире у них появляюсь. Пандемия COVID-19 каким-то образом отражается на вашей жизни и жизни того места, где вы живете? Отражается в том смысле, что мы никуда не ездим. А если вот рядом у нас Греция, у нас до границы 25 верст. Есть такой замечательный остров Тасос, куда мы регулярно ездим, ну, просто так, чтобы сменить обстановку. Летом, чтобы покупаться. Один раз я даже яхту там брал на неделю. Хорошее очень место, не затоптанное туристами. В общем, все греческие красоты в оригинале. Ну, а сейчас в Грецию не поедешь, справку надо брать. Ну, зачем нам с этой справкой куда-то ехать? Мы пока решили сидеть и не дергаться. Потому что приедешь в скопление людей, можно ковида подхватить. А так у нас здесь статистика очень низкая. По-моему, на прошлой неделе больных было 6, что ли, человек. Ну, а в городе живет 35 тысяч, а в области 50. Так что тут довольно... Но мы дисциплину соблюдаем во всех супермаркетах, в аптеках, в магазинах. Когда заходишь, маску надо надевать. Еще у нас связи данные шедеослушатели. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Новгородцев. Здравствуйте. Меня зовут Глеб. Я, с одной стороны, хотел бы поблагодарить вас за то, что именно ваша передача сформировала мои музыкальные пристрастия. Так, например, песню «Релакс» «Фрэнки Гост» и «Холливуд» я услышал именно у вас. Насколько я понимаю, эта песня до сих пор еще в топах, в чартах. Но, знаете, у меня к вам такой вопрос. По сути, осознаете вы свою, скажем так, вину или, может быть, гордитесь этим, что это именно вы разрушили Советский Союз? Получили вы медаль за разрушение, за победу в Холодной войне? И разрушение Советского Союза, оно же не было однозначным. С одной стороны, оно принесло так называемую свободу, а, с другой стороны, принесло неисчислимые беды населению, в том числе русскому населению, которое жило на территории бывшего Советского СССР. Вот как вы к этому относитесь? Да, спасибо вам. Да, ну я уже задавала вам этот вопрос. Я Советскую Систему совершенно не стремился разрушать, поскольку, как я объяснил, диссидентом не был и Советской Системой не боролся. Я, господа, для вас работал. Каждую неделю ради своих слушателей я истязал себя по 8-12 часов в день, чтобы сочинить поинтереснее. И у меня это, в общем, было на уровне такой психической обсессии. Из-за этого передачи получались, потому что в них была заложена большая энергия составителя этой передачи. И то, что это выстрелило, судя по вашему звонку, но, слава Богу, я пытался расширять ваше сознание, господа, снять с вашего взгляда на жизнь некие оковы, которые советская власть на них наложила. А уж что потом получилось, я не виноват, поскольку реализовалась некая глубинная внутренняя суть российской жизни. На эту тему я могу говорить долго, но скажу только, что отмена крепостного права в России произошла позорно поздно. Уже негров освободили в 1836-м там каком-то году или еще уже раньше, а потом после гражданской войны в 50-х годах это в Америке произошло. Англичане отменили работорговлю в самом начале 19-го века, а в России до 61-го года таких же, как барин, людей русских, христиан держали в рабах, отнимали у них там детей или меняли на собак породистый, пороли на конюшнях. Конечно, эта энергия, эта жуткая карма осталась, она давлела, она излилась в революции, потом это демоническое начало излилась во время чисток этих революционных, в колоссальных жертвах, в КГБ и прочим, и прочим. И до сих пор это облако полностью не развеялось. Так что меня обвинить в несчастьях России, пожалуй, не стоит. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей Рейдин. Да, Сергей, слушаем. Также хочу поблагодарить господина Новгородцева за его музыкальные передачи. Но ту пелену, о которой он говорит, мне он снял в его нескольких интервью с господином Ройтманом, за что отдельная ему благодарность. Рекомендую всем слушателям радиоболтком ознакомиться с данным материалом. Скажите, пожалуйста, Сева, как сложилась в дальнейшем судьба, вами называемой нежным такленчиком, где он как, и насколько... Я не сомневаюсь в том, что он искренне выкладывал ту информацию, о которой говорил, но насколько она полностью достоверна. Благодарю всего вам доброго. Подождите, а какой Ленчик? Это Лео Фейгин, Алексей Леонидов или кто? Не-не-не, Леонид Ройтман. А, Ройтман? Ройтман, да. Нет, я с ним не знаком. Это вы про свободу, что ли, говорите? Затключился наш радиослушатель. Потому что на свободе был Ройтман, Лев. У него было южное произношение, и он говорил, у микрофона Лев Ройтман. Лев Ройтман такой был. Я за свободу не в ответе. Я, правда, знаком там с половиной народу, но у свободы совершенно другой был принцип вещания. Если BBC больше всего, как девичью честь, берегла свою сбалансированность и объективность, то на свободе к делу подошли по-американски. У них в разгар их деятельности на них работал их собственный исследовательский отдел. Там сидело 120 человек, экспертов, которые рыли, вообще копали, знали все, что публикуется во всех провинциальных газетах в Советском Союзе, что вещают местные станции и так далее. И поэтому из-за огромного этого массива материалов они формировали свои какие-то информационные бюллетени. В принципе, «Свобода», по-моему, никогда не врала, потому что у них подход аналитический, такой журналистский. А уж если поверить в этом было трудно, находясь в Советском Союзе, то это уже проблема слушателей, а не радио «Свободы». Еще есть у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, ну, он сорвался. Но тем временем знам вопрос, который вам прислал в Фейсбуке директор Департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевозчиков. Вот что он у вас спрашивает. В одной из стародавних передач Сева рассказывала о своем музыкальном опыте в Лондоне, если память совсем не подводит, про песню о неком супермене, навернувшемся с высоты. Можно было бы попросить напомнить эту историю? Спасибо и наилучшие пожелания Всеволоду. Это, кстати, главный эпидемиолог Латвии сегодня, главный звезд нашей страны в связи с борьбой с ковидом. Ну, одна из деятельностей, которая оставалась все время за скобками, которую, в общем, никто не знал, сейчас узнает, потому что это подробно описано у меня в новой книжке, которая сейчас уже дописывается и которую я выкладываю в виде аудиокниги на Фейсбуке у себя. Она называется «Настоящий джентльмен». Я много лет консультировал голливудские картины, потому что в конце 80-х всем было понятно, что клюкву лепить, как раньше, уже неудобно. Нужно, чтобы что-то как-то соответствовало действительности. А действительность эту никто не знал. И тут у нас была фирма, бывшая пластиночная, потом она переквалифицировалась в консультантов для телевидения и кино. И мы давали как бы советы. И вот однажды раздался звонок. Звонил американский продюсер. Фирма называлась «Русская рулетка», «Рашн рулет». Он говорит, «И это русская рулетка?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Мы у нас есть проблема». Значит, у них проблема. Фильм «Супермен-4». По сценарию в эфире советский космонавт в открытом космосе чинит станцию эту орбитальную. Мир, оно что называется, или Союз. И случается авария. Да, он когда чинит, он поет песню. Поет песню на русском, песню Фрэнка Синатра «My Way». То, помните. «Та-ли-ди-ди-ди-ди-ди». «Та-да-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди». Я говорю, «Ну в чем проблема?» Он говорит, дело в том, что Поль Анка, сочинивший английские слова к этой песне, за права просит огромные деньги. Мы эти деньги платить не хотим. Но музыка-то ведь не его. Я этого не знал. Говорю, а чья? Это, говорит, французский, французский шансонье сочинил. И по-французски она называлась «ком де битью», то есть как обычно. Ну, мы приобрели права на французские слова, отдали их в перевод, прислали перевод, а на песню это никак не ложится. Я говорю, «Ну, пришлите мне, я посмотрю». Там действительно получилось полное билиберда. Значит, мелодии вы знаете, и там такие слова «каждое утро, как обычно, я бужу тебя, как обычно, накрываю тебя одеялом, как обычно, пью кофе, ухожу на работу, опаздываю, как обычно». Ну, в общем, полнейшая чушь. Но смысл-то сценария в том, что там должен быть пафос песни Поля Анки. Да, вы помните там? «And now the end is near, and I must face the final curtain». То есть у него жизнь кончается, он уже перед финальным занавесом стоит, а тут нам какие-то булочки с кофе предлагают. Короче, я решил все это перевести в культурный пласт советской песни пафосной, исполнительской. Я себе представил какого-нибудь Лещенко или Кобзона или еще там какого-нибудь певца, который стоит обвиваемый вентиляторами, а сзади хор огромный, и он эту песню поет. Поэтому я сел и просто написал свой текст. Я обращался к поэтам, но поэты посчитали ниже своего достоинства такой ерундой заниматься. Поэтому я сочинил сам песню такую. И вот представил себе как ее Кобзон или Лещенко поет. Мой путь, он долгим был, но я б его прошел сначала. Мой путь, он труден был, я шел вперед, мне было мало. Порой я был неправ, я признаю без сожаления, я жизнь прожил бы снова без сомнения. короче, я отдал им этот текст, а космонавтом оказался польский артист. Они поджуливали тогда в 80-е, заявляя на кастинге, что они свободно говорят по-русски. И вот я, значит, поляку своему отдал это все. Прихожу в день съемок, он висит несчастный в своем космическом костюме, подвешенный на железных тросах, поскольку это же космос, он должен веревки его душат, он слегка задыхается и поет в скафандр. Мой путь он долгим пыл нояб 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 ну, в общем, дальше, дальше нояб он не двинулся. И я понял, что, в общем, дело, наверное, погибло и оставил его сражаться с космосом из песни и пошел домой. И, в общем, история на этом вообще как бы и закончилась, но кто-то, прослышав мой рассказ потом, 35 лет спустя прислал мне ссылку на фильм, на первые кадры фильма Супермен 4. И я увидел, что поляк мой все-таки с песней справился. Он потом попал в аварию в космосе и его спас, конечно, Супермен, который прилетел в абсолютно разреженное космическое пространство, дыша высокой грудью, и на груди у него развивалась пелеринка. Вокруг была температура минус 70 градусов. Да, вот такая эпичная история. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 у нас еще есть время до конца эфира, несколько минут можете успеть задать вопрос. Также пишите нам в WhatsApp 230-6-1-9-1. Да, и вопросы в WhatsApp к нам приходят, можно их озвучить, наверное, для нашего гостя. Ну и в частности, я пока зачитаю, что пишут в Фейсбуке, вам просят передать, что ваши программы были глотком свободы в середине 80-х, написал об этом Валерий, и также Коля пишет, что благодаря вашим передачам в том числе сформировались мои музыкальные предпочтения в конце 70-х годов. Ну вот разные временные отрезки, тем не менее. Ну, передача началась в июне 77-го, поначалу она, конечно, была робкая очень, короткая, дело в том, что жанра самого дизжокейского еще не существовало, и мне приходилось, используя западные модели, которые у меня под боком были и на BBC, и на независимых станциях, как-то эту технику развивать. Вот вы знаете, что дизжокей заводит пластинку, у нее там есть музыкальное вступление, и он что-то такое там такое говорит, такое шутит, но как только подходит вокал, он в ту же секунду прекращает речь, и вот это мне приходилось делать поначалу механически, то есть я промерял секундомером в руках длину этого музыкального вступления, писал себе какую-то там шутку-минутку, и промерял эту шутку, вставлял ее в сценарий, и у меня вот так было, например, войсово написано с 4 секунд по 26 секунд, вот это время я заполнял речью, а потом врубалось в вокальное вступление, так что все, в общем, это начиналось в конце 70-х вот в таком виде. Ну вот вопрос, который приходит по WhatsApp, в том числе спрашивают вас, как вы относитесь к Говарду Стерну? Да никак не отношусь, я его пару раз слышал, это, ну, такой американский человек, который любит шокировать там в эфире, с моей точки зрения, у него есть своя американская аудитория, он свою функцию выполняет, но я в его слушателей себя записывать бы не хотел, потому что ведет он себя довольно самонадеянно, с оттенком наглости, что в Америке воспринимается, конечно, не так, а как уверенность в себе, победоносный поступ по поверхности земного шара, но вот эта сторона американской деятельности и психики мне далека. Я люблю американскую интеллигенцию, которая застенчива и очень в себя сдержанная и культурно ведет. Ну, уверенно, с оттенком наглости, кажется, ведет себя пока еще действующий президент США Дональд Трамп. Не кажется вам так? Согласен с вами, да, согласен, но Дональд Трамп восстал, как и поддерживающий его половину Америки, против ханжества, которое в Америке существует давно, а сейчас это ханжество приняло еще и политический и идеологический вид. Вы знаете, у актрисы Раневской спросили однажды, есть ли у нее есть недостатки. Она сказала, есть два. У меня очень большая попа, она сказала грубее, и иногда я немного привираю. Так вот, американские демократы привирают, с моей точки зрения, постоянно, чуть-чуть, но постоянно все время. И вот Дональд Трамп, он ведет себя, конечно, грубовато, как бизнесмен на переговорах, но он восстал против этой всей культуры привирания, идеологической такой притворности, и кроме того, он борется с слоем, который ему, в общем, трогать было бы не нужно. Он взял курс на изменения или даже частичное уничтожение американской бюрократии. А это, господа, такая гранитная скала, которая любой корабль разобьет о своей бока. И вот сейчас вот на этом Трамп, собственно говоря, и погорел, потому что он откусил, как говорят американцы, столько, что ему не проживать. Ну, а сам Трамп, на ваш взгляд, не привирает, учитывая, что его нередко в этом тоже обвиняют. Вопрос, кто обвиняет, конечно, те же демократы пытаются найти там его словах. Он не врет, но он преувеличивает иногда, но там явного вранья идеологического нет, потому что то, что он сделал, список его достижений колоссальный, но это, конечно, замолчат, потому что Трамп раздражает не только бюрократию, не только прогрессивистов, не только профессуру, не только всю университетскую интеллигенцию, но и всю журналистскую братью, которую он охотно поначалу оскорблял. Но это ему не простили, как я сам написал в посте в Фейсбуке третьего дня, не хамите журналистам, они будут писать ваш некролог. На журналистов ополчаться нельзя, а Трамп, конечно, совершил такую ошибку. Но надо было действовать, скажем, как Рональд Рейген, он тоже многое поменял и разрушил, но он оставался отцом нации, он против никого не выступал резко, он все время отшучивался, все время переводил разговор на какой-то семейный тон. Например, Рейген, когда еще шел в губернаторы Калифорнии, его спросили журналисты, вроде нас с вами, скажите, а каким вы будете губернатором? На что Рейген широко улыбаясь, сказал, не знаю, губернаторов я еще не играл. или его спросили про неразбериху в правительстве, он сказал, ну у нас, говорит, левая рука не знает, что делает ультра-левая. Ну и так далее. А когда его избрали в президенты, он сказал, мне мама говорила, учись. Он говорит, да, если бы я учился, я добился бы еще большего. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время выйти в прямой эфир нашей программы. Спасибо вам, Север Борисович, Сева Новгородцев был с нами на прямой связи сегодня в программе «Абонент доступен». Спасибо вам и всего доброго. Чао-чао, успехов.